Так, следующий вопрос от Светланы. Но главное делать все очень медленно. Стою перед выбором, будет он сдавать вообще или не нужно его мучить. Если, как вам начать-то мягко, совет какой дать, мягкий совет такой. По статистике ученых того же Оксфордского университета, 10% учеников не обучают. 10%. То есть, если у вас один ребенок из 10, который вот такой, какой вы мне пишете, это отлично. Это отлично вообще, да. Ежели у вас их больше, тогда надо, может быть, уже бить тревогу, да. Такие студенты были, есть и будут. Никогда не будут у нас все замечательные, все brilliant students. Всегда есть какие-то fast finishers, всегда есть, которые как улитки тянутся, там какие-то slow students. Всегда такие были, есть и будут. Опять же, не только как ученик, но и как люди, они все разные, да. Кто-то более динамичный, кто-то любит спокойно как бы все делать, кто-то любит в группе заниматься, кто-то индивидуально. Ну, то есть, люди все разные и, соответственно, подход к ним разный. Что я делаю, да, не всегда, мы должны это признать и нормально к этому относиться, что не всегда учитель подходит ребенку и не всегда ребенок подходит учителю. И если он вас раздражает или если у вас маленькие успехи, не стесняйтесь предложить ему кого-то другого, как учителя. Опять же, чтобы самой от этого груза как бы так избавиться, да. И с другой стороны, чтобы действительно, может быть, ребенку будет лучше как бы с другими преподавателями. Даже у меня есть такие случаи, естественно, да, когда я передавала их кому-то другому, скажем так, да. Ну, а в среднем, вообще, в среднем, что я хочу сказать, что разный пейс, разная скорость, это норма, это нормально. Вы знаете, вот я хочу рассказать, наверное, про своих двух подростков. Первый пришел ко мне, наверное, сколько получается, 4 года назад. И первые 2 месяца я вообще его не слышала вообще. Пришел на уровень B1 ребенок. При этом вступительный тест он написал. Отлично. Ужное я с него слово не вытянула. И ребенок учится у меня на B1, да. При этом мама, она наша коллега, но не английский язык, а другой предмет ведет. И при этом мама каждый урок, кстати, каждый урок, она спрашивает, как там мой, все ли у нас хорошо? Я уже такая к концу второго месяца, что не так с ребенком? Да, он молчит. Но он когда пишет, он пишет вообще замечательно. И вдруг через 2 месяца ребенок начинает раскрываться, начинает открывать рот. И я понимаю, что там гений, в принципе. К концу третьего месяца опять мама со мной выходит на связь и говорит, вы знаете, спасибо вам большое. Он наконец-то стал разговаривать. И не только у вас на занятиях, но и в школе. Потому что в школе раньше у него были плохие оценки по тому же иностранному, потому что он не открывал рот. И потом со временем, понимаете, то есть я все это... Вопросы, они же не бывают просто так, да, ни у родителей, ни у детей. Я потом все время думаю, анализирую, что это, как это было. Я поняла. Он почему раскрылся? Потому что в школе из-за того, что он гений, brilliant mind, такой bright mind, его недолюбливали ни учителя, ни дети, что он умничал. И ребенок в итоге закрылся вообще. А у нас он увидел, что дети, которые с ним в группе, они такие же гениальны, как и он. Они такие же молодцы, как и он. И он увидел равных и начал потихонечку раскрываться. Сейчас этот ребенок готовится на B2. Вот в этом году ему сдавать как бы так вот экзамен. И опять же, я не могу гарантировать, что во время экзамена его не перемкнет. Но тем не менее, как я работаю с ним сейчас. Да, он в группе занимается, но далеко ходить не надо. Вчера у нас было занятие, я ему говорю. Окей, friends, you work in Paris. И к нему обращаюсь. As you like. If you want to work alone, there you go. Если хочешь поработать в паре, вот у тебя парни, договорись с ним и будь работать тогда втроем в группе. То есть в зависимости от задания, он в принципе, когда так работает, когда так. В зависимости от настроения его. But I feel okay. It's fine. Ему нужно всегда больше всех времени для того, чтобы подумать и сказать какое-то предложение. Потому что он совершенно не креативный человек. И я это понимаю. Кроме того, я хочу сказать, что и кембриджские экзаменаторы это тоже понимают. Они обучены на разных детей. Не только на стандартных, не только на brilliant, но и на таких детей. Вот у меня, например, B1 в декабре сдавал парень. Та же самая история, что я вам только что рассказывала про другого ученика. Та же самая история, но один в один. При этом это тот подросток, чтобы вы понимали, картинку общую, который все время одевается в черное. Завязывает черную бандану. Ну, в общем, все такое, да. И вдруг на экзамене мы-то, слава богу, что сдаем на нашей территории. Поэтому, в принципе, у них есть партнер на B1, на A2, B1, B2. Они заранее все спикают вместе, тренируются, ну, чтобы привыкнуть друг к другу, да. И вдруг, во время экзамена, этот ребенок замолкает. Сказал, I will not speak anymore. И замолчал. Что случилось? Экзаменатор задала вопрос. Он начал отвечать, и ему не понравилось, что он начал отвечать. И вместо того, чтобы поправить свой ответ, он сказал, все, я больше ни слова не скажу, и замолчал. Выходят, выходят они с экзаменационной комнаты, да. И я у его партнера спрашиваю, что там случилось? Я вижу про face expression. И тот мне говорит, зачем ты так сделал? На того мальчика, как бы, да. Зачем ты это сказал? Ты же сам себя завалил. Ты-ты-ты-ты-ты. Я говорю, окей, окей. И после сессии подхожу к экзаменаторам и говорю, насколько было это критично вообще, что он так себя повел во время экзамена. Вот замолчал и все. На что они мне сказали? Дети разные, мы это понимаем. И, в принципе, мы услышали то, что мы хотели услышать. В принципе, вот я тоже и по своему опыту, как бы, да, и вы тоже прекрасно знаете, что когда человек открывает рот, уже в первую минуту понятно, есть language или нет language, как бы, да, однозначно, как бы, все это у нас понятно. То же самое здесь. Когда я с репетом ждала, конечно, результатов экзамена, особенно вот по speaking вот этого человека, да, и хорошие результаты были у него в B1, не такие высокие, как у всех остальных по speaking, но in a range, скажем так, да, то есть он average, нормальный, получил speaking, но не супер высокий, скажем так, как у всех остальных. Вот, поэтому it's okay, да, все дети разные, говорю, и что касается самого экзамена, я всегда иду от детей. Надо оно ему? Ему оно надо или не надо? Если он сам не понимает нужности экзамена, если у него нет желания идти на этот экзамен, да, то зачем его тогда, естественно, мучить? То есть мы объясняем, зачем это такое, что это такое, да, мы же рассказываем это не только взрослым, как бы, но и детям, правильно? Вот. Есть желание, значит, давай. Нет желания, значит, и не надо, как бы, это делать, соответственно, да. Так, что еще по этому вопросу я хотела сказать? А, следующее, как бы, да, что надо обезопасить себя в первую очередь, да, то есть если вы видите, что он не тянет, опять же, за поведение не переживайте, то есть экзаменаторы обучены, научены, они по-разному зададут вопрос, чтобы вытянуть из него информацию, да, вот. А что касается, вот, если он вообще ничего не сделает, то есть на спикинг вы не переживайте, а вот что касается всего остального, вот этот парень, последний, о котором я говорила, B1, he's very, very slow, very slow, и writing, представьте себе, по новому формату B1, они сейчас за 40 минут должны написать два сочинения по 100 слов, и чистовик, и черновик. И вот на занятии, как бы я не делала этот тайм-менеджмент с этим парнем, да, за 40 минут он успевал написать один writing. И когда он шел на экзамен, я говорю, пожалуйста, дружок, ну давай, ну ты же знаешь, ты же все знаешь, но на самом деле, то есть his language is amazing, я не могу сказать, что it's impeccable, но это почти impeccable, почти perfect, понимаешь, но из-за его вот этой медленной скорости. И когда он вышел после writing, он сказал, я все успел, мы тут обнимались, и молодец, well done, да, то есть он знает свои слабые стороны, и старается, никто не хочет быть плохим, понимаете, никто не хочет быть плохим, вот, но с другой стороны, говорю, мы должны обезопасить себя, не бойтесь про speaking, экзаменаторы вытянут, все, что им надо, они вытянут, как бы, да, а что касается reading и всего остального, если он не успевает, совсем прям критично не успевает, не надо его выталкивать на экзамен, не надо, понимаете, он не сдаст, и в этом он не будет винить себя, ни он, ни родители, они скажут спасибо вам, понимаете. Так, Света пишет, предлагала поменять, они не хотят уходить, мы решили все вместе с родителями, сейчас попробовать на лето поставить экзамен, и полностью поменяла материал и подход, попробуйте, конечно, попробуйте. Но опять же, я, например, своих подростков очень понимаю, я понимаю, какое давление у них в школе, я понимаю, насколько родители тоже давят, понимаете, вот, особенно если это старшие классы, вот восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, но какие-то элементарные вещи мы должны делать, если ты хочешь там на экзамен выйти, допустим, если нет, то все, мы останавливаемся там, где мы есть. Так, я надеюсь, что этот вопрос у нас тоже был улажен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!